О, как они поставили. А это вот видите, вот я иду арестован, это цветы летят. Это весь процесс, все записано. Это как бы биографично. А вот это вот... Это ваша биография? Это, да. Типа биография? Так, с него сказать, так, начинается. А вот это вот, в первую очередь за 2000 лет вышел полное толкование Нового Завета, трехтонных. Видите, какие подарочки. Это подарок Путину, Лукашенко сделан. Вот это вот, что подарим сейчас, вот это 750 евро. Представьте, это умножьте на 360. Это люди, которые... А можно мы, Саша, попросим, чтобы он не сфотографировал? Можно мы сфотографировали тоже на свой сайт. На свой сайт было. Пожалуйста, пожалуйста. Это будет стратегия. Груши, быстро, так библии. На какой бумаге, как сделаны? Мы желаем это все сделать. По имени Иисуса Христа, чтобы люди поверили в Бога. Чтобы жили не кратковременно этой жизнью, которая как мгновение проходит. Ну вот. Спасибо большое. Нарезали, поискали на ту сторону. Вам даже самое интересное. Дело в том, что у меня близкая подруга Салта из Бранаула. Здравствуйте. 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 Саша хочет сфотографировать. Подозрительнее всего на Крымском полуострове отнеслись на ваш сарай. Она нас крутила, крутила. Кто? Лида? Да. Как где-то сделали замечание. Саентология какая-то была. Я говорю, вы еще не видите, что ли? Православная церковь. Документы показаны. Давай требовать регистрации. Я принес регистрацию. Отдел юстиции страны. Ну ладно уж, кое-как. Сверху к низу гоняла, гоняла, гоняла. Светленькая такая, да? Ну да. Лида, Лида, директор. Да, вы испуганно. Я говорю, что жить так? А то разве можно так жить? Взяла книгу там посмотреть. А там приводится выдержка папы. А вот там против гусульман. Как это против? Это папа сказал. А, ну тогда ладно. Понимаете, у нас очень много сев приходит. Я знаю. Мы эти книги не хотим брать. Не хотим их пространять, заниматься. И коры приходят. Мы не берем это. Мы православные. Да. Мы... Вот если откроете здесь, любое, видите, на какой ломаной бумаге снимки. Да это чудо. И идет богослужение. Какие книги шикарные. Вот как раз Виктор Михайлович, вот он снимает. Вот он стоит. Это в разных местах, где мы были. Это наш детский лагерь. Это они его поборают. Это мои книги, презентация в университете идет. Это бумага-то какая все из... Это детский лагерь у нас. Без помощи государства. Тысячи детей. Мы показываем, как надо работать в Боге. А это вот у нас в храме. Это мой брат, он протеерей. Это епископ. Мы обязательно зайдем на сайт, будем читать. Мы очень благодарны вам за такой дар. Знаете, на сайт зайдете, а еще есть такая YouTube, и там канал Игнатия Лапкина. Игнатия Лапкина, это везде написано. И там 970 роликов о нас. Там фильмы государственные. Это не просто фильмы, а занявшие первое место в России на Межелатом киноконкурсе. Это не наша значимость, а Бог так показал. Четыре. Да, это ваше. А это вам остается. А это нам. Спасибо вам большое. Слава Христа. Честно, мы потрясены. Эти-ка. Просто так, вот такие книги. Здесь я отвечаю на 4124 вопроса, которые задавали я в виду занятия в милиции, в воинских частях, в школах, университетах, по радио, три программы регулятора. Здесь, в Америке выступал. И все это заложено здесь. А вот эта вот книга, посмотрите, пожалуйста, она одна такая. Большинство. На руке журналистам не выдавать. Ее сразу сметают. Нет, на этом читальный зал только в читальный зал. Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Ой, это вообще ретерно. Все, все тут на боках. Вот мне задают вопрос, и на каждый вопрос я отвечаю поэт, что Библия говорит. Еще поэт, за 300 лет из разных поэтов. Дальше опять мне вопрос задают, короткий ответ. Кто это здесь написано? Иван Шенкин. Иван Шенкин, Константин. Дальше что Библия об этом говорит? Дальше кто говорит? Жуковский. Жуковский, друг Пушкина. Что о священном писании? Дальше кто говорит? Исам Исаковский. Видите, шесть поэтов по определенной тематике, там, о революции, о жизни, о любви, о Боге. Ну, это просто, это 20 тысяч файлов нужно было все время крутить. Это масса. Это находка. Ну и вам не надо библиотеками говорить, что за издание. Ой, да, это естественно, это вообще. Это Господь. У нас нет ни средств, ничего, и Господь посылает, как с неба. Перед самой отправкой ехать, не на что ехать, а ехать, это же большие деньги надо, машину гоним. И вдруг, совершенно посторонние люди сообщают, с края света, с Калининграда, а можем вам деньги выше? Потому что мы молимся. И вот уезжаем, мы вас просим тоже помолиться о нас, чтобы путешествие благополучно закончить. Вот. У нас еще путешествие должно быть в Гумизии, Армении, Азербайджан, и оттуда можно через Чечню пройти обратно. Сейчас мы будем по Ростовске, Краснодар. Какие у вас свежищены? Я печать пойду. Там можете даже вот так раз залить такое великое путешествие, Игнатия Лапкина не говорят. Почему великое? Оно единственное, его нет больше такого. Это наш труд, полностью посвященный Христу.